По инструкции у нас пустоты в дверной коробке заполняются пеной. Также смотрю много где заполняют стекловатой. У меня после мебели оставались различные куски пенопласта. Я решил скомбинировать, поскольку считаю пенопласт более долговечный и теплый будет. Поэтому запихаю пенопласт, а щелки которые получатся заполню пеной. Чтобы их прижать между собой хорошо, вот они плотненько сидят, такие распорки из стенопласта вставляем. У нас щель появляется хорошая. Таким образом. А это пространство потом все пеной заполним. Вот так вот у нас выходит. Остальное может до нужного нам уровня догоним пеной. Вот что у нас получается. Сбоку. Если время не терпит, можно не пенить все как надо до предела. Чуть запенили пол, основной объем забили. Остальное уже представим, что наша дверь, она встала. Здесь у нас щелочка небольшая. И мы запенили, и остальное пространство у нас заполнится. По периметру устанавливаю уплотнитель. Вот у нас он такой идет. Больше беру его. Данное расстояние вот у нас выпирает. Если что, он прижмется. Нам коробку надо ставить будет в уровень. И как вариант, возможно, если стена кривая, у нас будут какие-то небольшие зазорчики. Поэтому он будет все это закрывать, защищать от продувания. Влага маловероятна, у нас крыша есть. Вот смотрим. Под крышей незащищенная пена. Подсолнуем под самый наш край. Вот он упирается. Делаю это с трех сторон. По бокам и сверху. У меня дверь немножко как с ногами стоит, но сути не меняет. Ставим нашу ручку. Вначале загоняем с одной стороны нашу главную часть. Вот она у нас появилась с этой стороны. С этой мы уже накрутили эту часть. Также накручиваем вторую. Вставляем ручку и соединяем их, накручивая на болты. Синет неудобнее их так. Сперва болт накручиваю. Накручиваю здесь до конца. Туда уже болты забираю и ручку вставляю. С этой стороны берем отверточку, подкручиваем туда-сюда и помогаем попасть им между собой. То есть двигаем вот эту вот часть. Первый попали, не докручиваем до конца, его чуть-чуть просто придерживаем. Когда второй попали, докручиваем оба. Ставим задвижку вот таким способом. Отверточить дверщу рук по бокам. Это вот так прямо идет. Нашу защелку, ручку поставили. Коробку обклеили с двух сторон. Заполнили ее. Можно таким способом, если есть время. Можно не все заполнять до предела. Потом все равно будем здесь пропенивать и заполнить основные пустоты. Установили уплотнитель. Подготовили все, что нам нужно. Наплавляем мою кровлю. Рубероид. Называйте, как хотите. Зачитили наше отверстие, где выступала у нас пена. Удобнее сразу подойти с двух сторон пока. У нас шесть креплений, по два отверстия. Три с одной стороны, три с другой. Вот мы закрепим на анкер. Будем постоянно сбасить. Будут на порог наступать. Будут такие движения. И здесь он более мягкий материал. Это не бетон, не дерево. И возможно, что крепление расшатается и дверь куда-нибудь нашу поведет со временем. Хочу я его подолбать молоточком хорошенько. Будет ли какое-то движение после? Смогу ли я его вытащить? Вот это да. Мощная вещь, скажу вам. Сидит как влитой. Вот я вот сколько долбал, я скорее всего его погнул. Но в креплении никуда ничего не ушло. Попробую сделать движение в разные стороны. В общем, сидит как камень. В принципе, результатом эксперимента я доволен. Вот мы его вытащили, здесь я его искривил. А так он прямой и отлично держался. Вот он у нас по размеру 19. Перфоратор. Сверло на 10. Пену, запасную пену, чтобы никуда не бегать. Клинии оставались у меня вот такие, пластиковые от ламината. Уровень. Твертки еще понадобятся и молоток. Поскольку мы здесь живем уже, лучше сразу все подготовить и потом только снимать, начинать дверь. Дверь очень тяжелая, с ней трудно обращаться. Поэтому есть вероятность, когда будете ей опускать, спускать, повредить. Поэтому что-то постелить мягенькое и позаботиться особенно об углах. Вот мы когда ставили на стенку кирпичную, повредили угол. Пусть, конечно, стали уже заклеивать, но у нас было двое. Снимали в петель и верхняя часть, она сильная сюда ударилась и все. Поэтому надо быть осторожнее или больше народу, или лучше заклеить все это. Старый шов пены просто ножовкой пропиливаю. Она нам, кстати, помогает узнать, если что-то еще вкрученное. После того, как снимем дверь, она будет все здесь зачистить и пройтись аквастопом, чтобы лучше сцепление нашей пеной. Вот у нас порог нашей двери. Здесь у нас кафедный бетон, но он подсасывает влагу, поэтому надо наш материал здесь защитить. Для этого нам нужна наша пароизоляция. Закроем, здесь прижмется, и ничего им будет не страшно. Главное поставить наш клин выше или ниже шурупа. То есть он обязательно должен быть в этом расстоянии. Если этого не будет, то есть большая вероятность перекрутить, вот эту пластину выгнать сюда. Данная дверь с терморазрыва, по сути она, шурупы между собой, по металлу, скручена. Обычно в этом месте где-то шов идет, где-то вот пластик этот идет. Если вы перекрутите, ее можно просто, шурупы выйдут из своих пазиков и все. Здесь щель появится, ее поведет, дверь станет плохо закрываться, замки будут не входить в отверстие, и будет печально. Коробку поставили, выровняли по уровню, посмотрели плоскость с разных мест, здесь и здесь проверили. Снизу три упора у меня идет. Единственная проблема, с пыла выпирает наш уголок, получается здесь щелка, и снизу надо тоже отжимать, чтобы уровень был, и тоже щель будет. Теперь можно закручивать в сторону, если уровень проверен, все вас устраивает, где будет у нас навешиваться сама дверь. Где замок идет, пока не трогаем. Дверь очень тяжелая, с ней трудно обращаться, поэтому есть вероятность, когда будете ей опускать, спускать, повредить. Поэтому что-то постелить мягенькое, и позаботиться особенно об углах. Вот мы когда ставили на стенку кирпичную, повредили угол, пусть, конечно, стали уже заклеивать, но у нас было двое, снимали с петель, и верхняя часть, она сильно сюда ударилась, и все. Поэтому надо быть осторожнее, или больше народу, или лучше заклеить все это. Попали случайно, только на нижнюю петлю, верхние две не попали, и дверь весом немножко повело, и у нас здесь было расстояние. Специально прибили, чтобы ее подбить, не поцарапать дверь. И здесь вот такое расстояние было, можно бумажкой проверить, здесь не должно ничего задевать, а здесь просто бумажка не проходила, впритык было. При закрывании у нас проблемы с язычком ручки, вот она сюда заходит, тут обычно есть эксцентрик, не во всех дверях, но уголочник, думаю, должен быть. Им как раз можно отрегулировать. Мы его откручиваем, вот видим, что у него одна сторона больше, вот эта вот, а эта вот меньше. И так можно регулировать. То есть или добавить, или прибавить расстояние для нашего защелкивания. После того, как навесили дверь, смотрим, ее никуда не ведет, ни вправо, ни влево, вот она чуть открыта и стоит на месте. Нас устраивает, как она закрывается. Тогда вкручиваем эту сторону, очень аккуратно, особенно место, где у нас замок. Главное не перекрутить. И снова проверяем, чтобы все было нормально, и тогда уже можно нашу дверь запенивать. Обязательно, конечно, проверяем все наши замки, чтобы работали, защелка, чтобы ходила идеально. Когда у нас все готово, все закручено, все проверено, пришло время заполнять наши отверстия. Вот мне здоровое внизу получилось. Лучше тогда, когда здоровое, добавлять пенопласты в куски. Так выйдет и теплее, и экономичнее, и долговечнее. Много споров про заполнение пеной. Делать это, когда дверь стоит, или когда не стоит. Думаю, все зависит от этого зазора. Если у вас он минимальный, минимальный это 10 миллиметров, тогда есть вероятность, что этот проход просто забьется, и пена будет ломиться, так сказать, во все другие места, и может выгнуть ваш металл, и он не всегда самый качественный и хороший. А вот когда выход у нее большой, она, скорее всего, пойдет по пути меньшего сопротивления, и ее выдавят сюда. Если боитесь, в принципе, можете заполнять ее частями. То есть, дальнюю часть заполнили, она максимум вышла, затвердела, и заполнили тогда следующую. Ну, естественно, брать надо пену с наименьшим расширением. Убираем наши распорки. У меня расстояние большое, поэтому я использовал куски ламината. Просто их пилой обрезал. Остальное у меня все закроется. Считаю его теплым материалом, поэтому померзаний не будет, а пластик вот все-таки, думаю, лучше снимать. Допениваем все остальные места, которые у нас есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...